Покажу три простых картинки, которые, в общем, на пальцах вам объяснят, что произошло с рынками летом и что сейчас происходит осенью и почему. Не какие-то там выборы, шмыборы, еще какая-то вторая, третья волна, а вот ликвидность называется и действия ФРС. Ну, давайте на них посмотрим, и вам, я думаю, все сразу станет ясно и понятно. Ну, вот смотрите, что мы здесь видим. Мы здесь видим изменения квартальных, то есть квартал-квартал агрегата М2 американского к ВВП номинально. И мы видим вот реакцию монетарных и политических властей США на чумку. Ну, и реакция экономики. Началось огромное накачивание денег, квартал-квартал с огромной скоростью. И, соответственно, продолжалось падение экономики мощнейшее. 10% где-то квартала не упали в квартал. То есть деньги, деньги, которые накачивались федеральной резервной системой, в экономике были не нужны. Она сокращалась. Не было спроса на деньги или на долг со стороны экономики. Поэтому вся эта помощь, она пошла частично на покупательную способность. Только в июне-июле за счет ФРС, федерального правительства практически, покупательную способность американцев, она получила дополнительно по 750 миллиардов долларов. Сентябрь – это последний месяц, когда… Ну, она после этого стала снижаться, эти дотации. Сентябрь – последний месяц, когда кто-то что-то будет получать, если Конгресс все быстро сейчас не примет. То есть покупательная способность получит мощнейший удар. Дальше что стало происходить? А дальше экономика стала, ну, восстанавливаться. То есть вот сейчас ВВП пошел вверх. То есть экономика стала расширяться. Экономика начала требовать и потреблять новые деньги, новый долг. Все из той же ликвидности, которую тогда в июне-июле закачал в ФРС. Потом он остановил закачку и сейчас даже немножко сокращает свой портфель. Что очень хорошо видно как раз на вот этом втором графике. Это вот изменение, да, график М2. Вот, была резкая скорость, она выросла и потом стала падать. Значит, у нас практически поступление новых денег от ФРС и от федерального правительства закончилось. Их портфель стоит практически неизменным. Экономика расширяется, то есть со стороны реального сектора реальной экономики появляется дополнительный спрос на деньги и долг. Откуда все это будет идти? А вот эти деньги будут уходить, сейчас как раз начали уходить с финансовых рынков. Ликвидность начала уходить с финансовых рынков. Я уже в прошлый раз предупреждал, и, по-моему, уже месяц-полтора назад стало ясно, что ликвидность будет осенью уходить с финансовых рынков. Плюс сейчас на рынке еще придет очень большой пакет акций американских на финансирование дефицита бюджета. И вот мы получили то, что получили. Мы получили, в общем, нехватку и недостаток долларовой ликвидности в Америке на финансовых рынках и, суть по всему, по всему миру. Доллар, естественно, сразу пошел в рост, все валюты стали падать относительно доллара, ну и все стало падать. Вот и все. Ничего здесь загадочного нет. Просто так вот течет ликвидность через рынок РИПУ, на самом деле, американский. А это вот иллюстрация как раз тоже первого слайда. Ну, у нас здесь ВВП и СНП. И вот мы видим, куда пошли деньги. Совершенно четко демонстрация. В экономику они не пошли, все деньги, потому что она сжималась. А зато вся эта денежная масса и долговая масса, вот она выплесена на финансовые рынки. И мы видим такую интересную аберрацию. ВВП резко снижается, ну а СНП резко растет в пятой волне. Вот и все. Просто ликвидность. Сейчас ее нет. Соответственно, можно предположить, что поскольку начинает сейчас так хорошо тоже проседать рынок высокорискованного долга. Да, это HYD фонд, ETF, то есть Junk. А начинает проседать рынок долга инвестиционного. Не так быстро, но начинает проседать. Соответственно, вот это вот как раз демонстрация того, что доллара ликвидность уходит. Поэтому, естественно, еще раз предположить, я бы предположил, да, что сейчас рынкам нужно бы еще чуть-чуть попадать, чтобы в ФРС и в ЕЦБ началась такая легкая паника. И снова стали наращивать портфель на различные программы помощи. Я думаю, рынок пока так далеко и не упал, потому что все вот рассчитывают на то, что сейчас пойдет новая волна ликвидности. Но пока он еще не просядет, волны не будет. Европейцы, может быть, на самом деле сдадутся раньше, потому что сегодня банки, банковский индекс в Европе, он пробил дно 2008 года на минуточку. Это означает, что капитализация банков уменьшается в Европе. Но, соответственно, по какой-то непонятной лично мне причине стоимость акций банка и тот пакет, который подлежит банку, почему-то входит в собственный капитал банка. Соответственно, уменьшается собственный капитал. Банки несут потери как на рынке, так и за счет той системы хеджирования, деривативов, которую они используют. Вот, соответственно, у банков европейских появляется еще одной проблемой больше, и они с каждым днем практически все ближе и ближе к кассовому разливу. Не то, что они не банкроты, а там вся европейская банка, система банкроты. Нельзя работать с таким огромным плечом 50-му, 60-му. Дочек банк даже, по-моему, до 70-ти доходил. Плохо это заканчивается. Ну, соответственно, регулятору ЕЦБ, наверное, придется чуть-чуть раньше вмешиваться в рынке и поставлять ликвидность на рынке, что будет, в общем, чисто с фундаментальной точки зрения, да, шуточка такая, способствовать дальнейшему ослаблению евро. Ну, это все фундаментальные сказочки, шуточки. А вот эти вот три графика, так их выбирал, и все многообразие. Я думаю, что они, в общем, очень четко проиллюстрировали вам движение ликвидности, которое сейчас предоставляет ФРС. Куда она идет, как она идет, ну и, соответственно, что будет с этой ликвидностью, по крайней мере, в ближайшей перспективе, и как это будет влиять, в общем, на все рынки. Все рынки снова, на самом деле, скоррелировались, как и в восьмом году, в седьмом году. Доллар сейчас является валютой фондирования, соответственно, доллар падает, все растет, доллар растет, все падает. В том числе и драгоценный, и полудрагоценный металл. Так что сказочки про то, что золото – это защитный актив, и сейчас такое тяжелое время, что он будет только расти, ну, они просто несостоятельны даже с точки зрения динамики этих активов по отношению к доллару. Наступит момент, и как в девятом году доллар и золото будут расти, когда все будет просто крушиться. Да, наступит. Еще не наступил, не наступил. Вот такая вот фигня у нас творится на рынках с ликвидностью в экономике, ну и, соответственно, все видим реакцию этого процесса. Сейчас еще добавятся сюда страхи по поводу, ну, пока тему не особо раскручивают, а сейчас темку чумки, аналитики, говорящие головы, раскручивают везде. Но вот сейчас эта тема чумки начнет, я думаю, вытесняться уже страхами по поводу, или радостями, кто как воспринимает, по поводу предстоящих выборов президента в США, ну и, соответственно, вот поэтому в ближайшее время, в общем, ситуация с ликвидностью американская, я думаю, она будет все определять. Соответственно, все те движения в среднесрочной перспективе, которые начались, они будут, наверное, продолжаться и дальше. То есть дальнейшее, конечно, укрепление доллара, но не обвальное, а с какими-то коррекциями. Опять же, это локальное укрепление доллара, потому что торговый цикл вниз мы показали не 28-го, по-моему, как говорилось в последний раз на семинаре, а вот 3-го сентября, вот там немножко подсчет изменился, посмотрим на него. Вот, и первые цели по доллару, это где-то 1,55-1,50 они... Ой, ух, типун мне на язык! Я единичку все убираю, да. Прошу прощения. 1,15-50, 1,15-55, вот так вот. Они уже очень близки, и у нас также в среду на следующей неделе открывается окно разворота торгового цикла по доллару в окно для низов. То есть, может, еще подрастем, эту вот цель сделаем, будет видно, как мы будем делать, как мне подходить, и где-то здесь начнется, наверное, какая-то коррекция, которая будет идти против тренда, поскольку развернулся и 22-недельный цикл по доллару низ свой поставил. То есть будет такая контртрендовая коррекция, то есть коррекция падению, вернее, укреплению доллара на всех рынках. Ну, а выборы Трампа, если не знаю, кто следит за новостями на выборы Трампа. Ну что, расследование генпрокурора, оно дало свои плоды, и сейчас начинают уже теперь республиканцы как раз перед выборами сливать в пресс, делать такие сливы о том, кого, как, когда они будут насаживать на кол. Это и бывший глава ЦРУ, и второй человек ФБР. Ну, вот сейчас уже взяли сынульку Байдена, этого овоща, секретная, ну, как, секрет, утечки секретного расследования Конгресса по поводу проделок папаши овоща и сынули овоща. То есть, нет, я очень хорошо понимаю ту же Хиллари, которая визит, что Байден при каких условиях не должен признавать поражение, потому что, как обещал Трамп, ну, придется ему делать на второй срок. Если я стану президентом, эта, сука, сядет, он тогда сказал в дебатах. Она-таки сядет, потому что сейчас ведется уже официально офисом генпрокурора расследование агентов ФБР, которые в свое время расследовали противозаконные действия фонда Клинтонов, но замечательно это расследование похоронили, поэтому, в общем, умные зашли. Сначала они займутся агентами ФБР, которые этим занимались, окажется, что они занимались сокрытием всего и вся, бла-бла-бла. Ну, и будет, как обычно, заключено соглашение с судом, они все расскажут, но тогда уже можно по их показаниям спокойно брать Билла и Хиллари. Потому что сейчас, поскольку расследование ФБР было завершено и признано, что никаких противозаконных действий там не было, будет сеть несуразная и не совсем законно открывать новое расследование девишки Хиллари и Билла. Они зашли через агентов ФБР, которые этим занимались. Сейчас они все расскажут, покаятся, получат там сроки небольшие. Зато Хиллари и Билла поджарят живьем практически. Поэтому, да, у них есть смысл, в общем, бороться за эти выборы и, в общем, бороться, биться насмерть, чтобы только не переизбрали Трампа. Но я думаю, что все будет хорошо, мне кажется. Я уже просто начинаю смеяться, что происходит. Субтитры сделал DimaTorzok